Верховный суд признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Это означает, что свидетели официально признаны сектой. Сколько в Омске последователей этого течения, за что их деятельность признали опасной и почему они так просто не сдадутся? Основные факты об этой экстремистской организации смотрите в обзоре Ольги Качкуровой. Исследователи Библии. Так до 1931 года называли себя членой запрещенной в России организации свидетелей Иеговы. Она появилась в Америке в конце 19 века. Под данным самой секты ее адептами является более 8 миллионов человек. В России свидетели появились в начале 20 века, но активно развиваться течение стало в начале 90-х. Его в нашей стране уже запрещали и не раз. Правда, на региональном уровне. В Таганроге в 2009 году и в Москве в 2004. Но у свидетелей оказались хорошие юристы. В 2010 году Европейский суд по правам человека признал решение Мосгорсуда неправомерным. Подавать апелляцию свидетели будут и на нынешнее постановление Верховного суда. По мнению Российской Православной Церкви, последователи течения явные экстремисты. Негативно высказываются в адрес других религий и сильно ограничивают жизнь членов общин, нарушая законы государства. Так, например, верующим запрещается переливать кровь, отмечать государственные праздники и дни рождения. И им не рекомендуется получать высшее образование, так как это может мешать служению. По закону теперь вся собственность организации отойдет государству. Но и с этим могут быть проблемы. В Омске свидетели собираются вот в этом здании на 2-й Брянской 23. Но до сих пор не ясно, то ли оно в аренде, то ли действительно принадлежит религиозной организации. Кроме того, часто здания, где собираются члены общин, принадлежат иностранным фирмам. А их отчуждение вполне может вызвать дипломатический скандал. В настоящий момент в России насчитывается 175 тысяч активных участников данной организации, объединенных в 2547 общин. В Омске, по данным самой организации, порядка двух тысяч человек называют себя членами запрещенной в России организации «Свидетели Яговы». Если после решения суда они не прекратят свою деятельность, они могут быть обвинены в экстремистской деятельности и вовлечении в нее несовершеннолетних. Ольга Качкурова. Новости здесь. Омск.